Мы уже начали наши видео экскурсии по Таиланду, именно по Бангкоку. И сегодня мы продолжим знакомиться с тайской столицей. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube-канала Smart Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про мои путешествия и факты о городах и странах. Если вам интересна учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции, рекомендую подписаться на каналы. В каком-то китайском Лас-Вегасе. Итак, Бангкок. Официально делится на 50 административных районов, которые называют хетами. Они же, в свою очередь, подразделены на 180 подокругов – хвенгов. Ратанакасин представляет собой искусственный остров, формируемый рекой Чао-Прая и ее притоками. Этот участок земли стал историческим центром Бангкока, известным как Старый город. Название района Ратанакасин переводится с тайского как «высшая драгоценность», что связано с тем, что здесь находится ключевая достопримечательность столицы – Королевский дворец. Среди других знаменитых туристических объектов на острове – храмы Изумрудного и Золотого Будды, Ват-Пхо, Ват-Сакет, парк Саран-Ром, известная улица Као-Сан-Роуд. Национальный музей и другие знаковые места остров хранит и руины городской стены 19 века, и первых жилых домов в Бангкоке. В самом районе отсутствуют крупные торговые центры и небоскребы, а станции метро находятся относительно далеко. Я сегодня после завтрака собрался выходить, но ливанул дождь. Вот, видите, подтверждение. И два часа я сидел в гостинице, потому что просто лило, проливняк такой. Один из минусов, наверное, когда вы приезжаете, и все происходит, почему она у меня гремит тут, когда я разговариваю. Смотри, какая красота у меня. Вот забор. Метра три, наверное. И здесь. Бетонный. И дальше металлический. И дальше их не вот это вот эконом-жилье. Силом. Это деловой квартал города, где сосредоточены высотные здания, офисные комплексы, банки, торговые центры и финансовые учреждения. В южной части района расположено множество развлекательных заведений. Особую известность приобрела здесь улица Сой-Патпонг. После наступления темноты она превращается в центр ночной жизни города. Здесь функционируют ночные рынки, разнообразные бары, рестораны и клубы. В районе находится небоскреб State Tower, который известен своим характерным золотым куполом. Этот небоскреб – комплекс многонационального значения, в котором расположены различные предприятия и рестораны. Сиам. Оживленный и стильный район, известный как центр шоппинга и развлечений. Здесь находится ряд крупнейших торговых центров, развлекательных комплексов, университетов, роскошных отелей, супермаркетов, баров и ресторанов. Среди интересных мест в Сиаме можно выделить еще дом-музей Джима Томпсона, океанариум и музей восковых фигур. Джим Томпсон был американским бизнесменом и бывшим офицером разведки, который поселился в Таиланде после Второй мировой войны. Ему приписывают возрождение тайской шелковой промышленности, и его часто называют королем шелка. Он надрил современные технологии и шелкоткачества и помог продвигать тайский шелк на международном уровне. Успех его шелкового бизнеса способствовал экономическому развитию Таиланда. Джим Томпсон таинственным образом исчез в 1967 году во время отпуска в Камеронском Нагоре Малайзии. Несмотря на тщательные поиски, его исчезновение остается нераскрытым, что придает истории его жизни таинственный оттенок. Я иду вдоль полюбившемуся всем нам каналу, от которого стоит такой мощный запах. Так, там у меня ребята за вот этим забором тусуют в своих этих гаражах, а здесь едят. Чайна Таун Бангкокский китайский квартал Занимает одно из ведущих мест среди чайна-таунов по всему миру. Его история начинается в далеком 1782 году, когда Бангкок стал столицей королевства Ратанакасин. Этот квартал служил домом для китайского населения, в основном состоящего из иммигрантов из племени Те-Джу. С течением времени они стали доминирующей этнической группой в городе. И тут, пожалуй, стоит подробнее остановиться на истории этого района и отношениях тайцев с китайцами. В древние времена китайские торговцы, путешествующие на Джонках со своей родины, поселились во многих частях Таиландского королевства. Например, в том же Бангкоке или Танбури. Король Таксин Великий утвердил Танбури в качестве новой столицы. Во время его правления здесь поселилось большое число выходцев из Китая и сформировало новую китайскую общину к востоку от реки. В 1782 году территория, известная позже как Самфэнг, стала крупнейшим торговым центром столицы. Первые три правления Ратанакасина, так назывался Таиланд с 1782 по 1932, характеризовались довольно быстрым ростом китайской общины, что отражает рост тайско-китайской торговли, где эмиграция китайской рабочей силы поощрялась для различных видов занятости. Джонка. Традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского обережья. До сих пор широко используется в водах Юго-Восточной Азии. В начале периода Ратанакасина была создана новая столица наряду с возрождением страны. Учитывая нехватку рабочей силы в тайской общине, государству пришлось набирать людей из числа китайцев для строительства, раскопки каналов и морской торговли с Китаем, которая стала главным источником доходов страны. Чтобы мотивировать китайцев, известных своей беспрецедентной выносливостью и усердием, а также опытом в торговле, переезжать в Ратанакасин или Таиланд и искать здесь работу, правительство ввело многочисленные комплексы привлекательных мер. Именно в этот период китайцы были единственными людьми, имеющими право свободно въезжать в Таиланд и выезжать из него. По прибытии они могли либо сделать татуировку на запястье, указывающую, к каким должностным лицам они принадлежат, как граждане Таиланда, либо жить свободно в обмен на уплату определенного государственного налога, называемого на тайском языке «фук пи». Китайцам был предоставлен широкий спектр возможностей для зарабатывания на жизни достижения процветания. Помимо занятости в качестве простых работяг, многие из них стали квалифицированными техниками, торговцами, выращивателями фруктов и овощей, птицеводами и свиноводами, и, наконец, миллионерами. Уплата налогов с помощью метода «пхук пи» также достаточно интересная штука. После уплаты ответственный чиновник связывал веревку на запястье китайских налогоплательщиков. Затем ставился круглый штамп к герметирующим воском прямо на узел. Он чем-то напоминал игровой жетон. Это и есть так называемый «пи». Далее все это фиксировалось официальной печатью в качестве документа оплаты. Период сбора налогов «фук пи» составлял приблизительно 6 месяцев, по истечению которого можно было убрать шнур с запястья. Первоначальный налог составлял 2 бата в год на человека. Эта ставка была ниже ставки, взимаемой с граждан Таиланда, которые были обязаны платить ежемесячный налог в размере 6 бат на человека, если они решат быть освобождены от обычной схемы найма рабочей силы. Король Буддайотфа Чулалок Великий Рама I учредил Бангкок в качестве столицы страны, назвал его Ратнакасин в 1782 году. Он приказал построить Великий Дворец на месте, где находилась китайская община. Переселяя людей, король выделил им участок земли для переселения в Самфэнк. Несколько лет спустя фрая Раджесетти, лидер общины Самфэнк, объявит свою дочь одной из наложниц короля, известная как Чао Чом Манда Джуй. Она после родила ему сына, который позже стал седьмым верховным патриархом Ратнакасина. Это еще раз подчеркивает, какие были тесные связи между китайской общиной и Таиландом. Торговля с Китаем. Это был основной источник доходов страны. Бангкок постепенно стал одним из крупнейших центров морской торговли Юго-Восточной Азии. Это было достигнуто благодаря политике правительства Таиланда, направленной на поощрение квалифицированных мореплавателей, кораблестроителей и торговцев. Исторические записи показывают, что к концу правления короля Рамы I в Бангкоке проживало около 25 тысяч китайцев. Под руководством короля Будды Лертлы Нафалая Рамы II Бангкок стал важным центром кораблестроительства. Также во время его правления китайско-таиландская морская торговля достигла своего пика, принося тем самым огромные доходы стране. По словам доктора Джона Кроуфорда, британского посла в Таиланде, который прибыл в 1821 году, грузовая вместимость тайского флота составляла почти 25 тысяч тонн, что требовало около 5 тысяч рабочих китайцев. Кроме того, его досье показывает, за счет китайско-тайской морской торговли ежегодно приезжало около 7 тысяч китайских эмигрантов. Что здесь только, мать его, нет? Как в каком-то китайском Лас-Вегасе. Ребята, если вы думаете, что здесь вкусная еда, прикольно. Да, возможно, вкусная еда. Но пока я шел тут по улицам, вот эта уличная еда тут такое готовят, что меня несколько раз чуть не стошнило, в честь слова. О, парень тут у нас на победе. Пьедем. Провинция Гаундон в Китае была главной торговой точкой в тот период. Здесь же были главные грузовые порты. Сами же грузовые корабли перевозили и пассажиров, надеющихся найти работу в Сиаме, то есть в Таиланде. Где-то, услышав разговоры о процветании Таиланда, где-то, убежденные родственниками, которые совершили подобную поездку ранее, молодые люди из бедных деревень шли на борт этих кораблей, наполненные надеждой. Путешествие занимало около месяца, в течение которого пассажиры могли почти ничего не делать, кроме как молиться о том, чтобы Господь благословил их на безопасное путешествие и позволил им пройти все опасности, возникающие из-за шторма, голода или болезней в море. Китайские эмигранты жили главным образом на рисовой каше. С ростом числа китайских эмигрантов, ищущих работу в Таиланде, появляется больше магазинов рисовой каши. Это были места, где китайцы, получающие низкую заработную плату, могли наслаждаться насыщенным вариантом рисовой каши с несколькими простыми дешевыми добавками. Но инновации взяли свое. Как смартфоны заменили кнопочные кирпичные Ноки, так и пароходы в западном стиле пришли на смену парусным джонкам. К чему это привело? Расширение международных грузовых и пассажирских перевозок. Также существенно сократилось время путешествия. Пароходы ознаменовали вступление в эпоху, когда западная власть ощущала свое присутствие во всем мире. В период пиковой эксплуатации пароходов Таиланд предпочел торговлю главным образом с Западом, поставляя рис, тиковое дерево и олово на мировой рынок. Благодаря этому Таиланд смог генерировать самый большой приток финансов в своей истории. Китайско-таиландская торговля становилась все менее заметной. Число китайских эмигрантов, прибывающих на пароходах в надежде найти работу в Таиланде, увеличилось. А также открылись новые каналы занятости на рисовых фабриках, лесопилках и шахтах. Чайна-таун. Поэтому, если вы любите китайские города, то вот вам сюда. Друзья, на этом выпуск подходит к концу. В следующих сериях нас ждут достопримечательности этого главного тайского города. Поэтому, если вам интересно узнать больше про Таиланд, подписывайтесь. И, конечно же, пишите в комментариях ваши мысли, что вы думаете об этой стране. Пока, увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok